Если девушка предполагает глубокую любовь, это может означать, что она либо уже испытывает сильные чувства к кому-то, либо готова открыться этим чувствам. Глубокая любовь обычно связана с доверием, уважением и искренностью. Возможно, она размышляет о своих чувствах или хочет узнать, как эти чувства развиваются и как на них реагирует ее партнер. Если у вас есть конкретная ситуация или вопрос, связанный с этим, я могу предложить более точный ответ. Романтический стаицизм – это концепция, объединяющая идеи стаицизма и романтических отношений. Стаицизм – философия, возникшая в Древней Греции, учит принятие неизбежности и контролю над своими эмоциями, стремлению к внутреннему спокойствию и мудрости. В контекст романтических отношений стаицизм может проявляться как стремление к балансу между сильными чувствами и разумным, уравновешенным отношением к ним. Романтический стаицизм подразумевает способность любить глубоко, но при этом сохранять внутреннюю стабильность, не позволять эмоциям полностью овладевать собой. Это может выражаться в принятии несовершенств партнера, терпимости к трудностям в отношениях и понимании того, что любовь – это не только страсть, но и выбор, основанный на осознанности и самообладании. Такой подход помогает сохранять гармонию в отношениях, даже когда возникают разногласия или сложные моменты. Это о том, чтобы любить с мудростью и не терять себя в своих эмоциях. Точка романтика – это выражение любви, привязанности и нежности через жесты, слова или действия, которые придают отношениям особую эмоциональную глубину. Романтика может проявляться в разных формах, от написания любовных писем и стихов до неожиданных сюрпризов и совместных приключений. В романтике важна не столько материальная ценность жеста, сколько внимание, забота и искренность, которые в него вкладываются. Это способ показать другому человеку, что он важен, что о нем думают и его ценят. Романтические жесты могут варьироваться от простых и повседневных, таких как приготовление любимого блюда, до более значимых, например, организация путешествия или свидания. Романтика также связана с созданием особых, запоминающихся моментов, которые делают отношения уникальными и особенными. Она помогает поддерживать искру в отношениях, даже спустя годы, и напоминает партнерам о том, почему они выбрали друг друга. Романтические отношения Это особый вид связи между двумя людьми, основанный на взаимной привязанности, любви, уважении и эмоциональной близости. Эти отношения включают в себя как физическую, так и эмоциональную составляющую, создавая глубокую связь между партнерами. Вот несколько ключевых аспектов романтических отношений. 1. Эмоциональная близость Это важный аспект романтических отношений, который включает в себя способность делиться своими мыслями, чувствами и переживаниями с партнером. Эмоциональная близость строится на доверии и открытости. 2. Физическая привязанность Романтические отношения часто включают в себя физические проявления любви, такие как объятия, поцелуи и другие формы физической близости, которые укрепляют связь между партнерами. 3. Совместные интересы и цели В романтических отношениях важно находить общие интересы и цели, которые помогают партнерам расти вместе, поддерживая друг друга в достижении этих целей. 4. Поддержка и забота Партнеры в романтических отношениях поддерживают друг друга как в радостные моменты, так и в трудные времена. Это выражается в заботе, внимании и готовности помочь друг другу. 5. Коммуникация Открытое и честное общение – основа крепких романтических отношений. Оно помогает решать конфликты, избегать недоразумения и укреплять связь между партнерами. 6. Уважение Уважение к партнеру, его мнению, чувствам и личному пространству – ключевой элемент успешных отношений. Без уважения невозможно построить здоровые и долговечные отношения. Романтические отношения требуют усилий времени, но они могут стать источником радости, поддержки и вдохновения для обоих партнеров. Точка когда девушка сочетает разум и стаицизм, она, вероятно, обладает глубокой внутренней силой и способностью трезво и спокойно подходить к жизненным ситуациям. Разум и стаицизм вместе помогают ей сохранять ясность мышления, даже в сложных или эмоционально насыщенных обстоятельствах. Вот несколько качеств, которые может проявлять такая девушка. 1. Эмоциональная стабильность Она умеет управлять своими эмоциями, не позволяя им брать верх. Она осознает свои чувства, но не позволяет им диктовать ее поведение. 2. Объективность Она способна смотреть на вещи без предвзятости, взвешивая все стороны ситуации. Это помогает ей принимать решения, основанные на логике и фактах, а не на импульсах или эмоциях. 3. Принятие неизбежного Стецизм учит ее принимать то, что она не может изменить. Она понимает, что в жизни бывают моменты, которые нужно просто принять и научиться с ними жить. 4. Самоконтроль Она умеет сдерживать свои реакции на внешние раздражители, оставаясь спокойной и сосредоточенной. 5. Достоинство и смирение Она сохраняет свое достоинство в любых обстоятельствах, не стремясь к чрезмерному проявлению эмоций и не ищет одобрения извне. Такая комбинация разума и стоицизма помогает девушке справляться с жизненными вызовами с уверенностью и достоинством, а также поддерживать внутреннюю гармонию. Продолжение следует...